Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Стол переговоров – Армения. Может ли повториться геноцид, осуществленный против армян? Армянская идентичность – арабизированный армяне. Уроженцы Западной Армении – Анри Верной. Мандатарию ООН по правам человека призвали Баку обеспечить свободу передвижения по Бердзорскому коридору. Жителям провинции Хоззад-дер-Сима через 33 года разрешили вернуться в свои деревни. Из-за азербайджанских мин Арцах является первой страной в мире по количеству несчастных случаев. В Нью-Йорке на Таймс-сквер пройдет мероприятие, посвященное 108-й годовщине геноцида армян. В преддверии Дня памяти жертв геноцида армян 24 апреля. С 12 декабря 120 тысяч жителей Арцаха, в том числе 30 тысяч детей, живущих в блокаде бакинских властей, лишенные какой-либо связи с внешним миром, единственная Бердзорская дорога, внешгосударственный статус связанный с Западной Арменией, связывающая Арцах с Сюнингским регионами и внешним миром, подвергалась к блокаде со стороны властей Баку. Президент Армении, корреспондент армянской прессы Грикор Амирзаян уверен, что бакинские власти почерком Турции 1915 года во имя пантуранизма готовы осуществить этнические чистки и даже геноцид в Арцахе и на юге Армении. По этому поводу сообщил, не будем забывать, что осенью 2020 года во время 44-дневной войны в Арцахе президент Турции Эрдоган, нанявший 2000 сирийских джихатов для борьбы с армянами, заявил, что может покончить с геноцидом остатками меча, фраза которой квалифицирует всех, кто пережил геноцид против армян. Диктатор Баку Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что хочет совершить геноцид армян. Президент Армении добавил, что в то время, когда население Арцаха, подвергшееся более трех месяцев в блокаде, переживало трудные времена, будучи отрезанным от мира, это явное желание Баку добиться этнической чистки армянского народа на тысячелетних землях Арцаха. Ликвидировать территорию, считающую святыни армянского народа, которую диктатор Баку желает заселить другим народам. Власти Баку в сентябре прошлого года не колеблясь, напали на республику Армению, разместив свои войска на восточной линии соприкосновения Армении в Герлокунигской, Байотзорской и Сюнигской областях, торшись на нескольких километрах армянской территории. Риторика диктатора Алиева полна российской, воинственной и очевидной опасности продолжения геноцида. Евросоюз благодаря Франции разместил десятки наблюдателей на линии соприкосновения Армении с Азербайджаном, понял угрозу турецко-азербайджанского вторжения, поскольку бакинским властям содействует автор геноцида армян Турция. Непризнание преступления геноцида может привести к другому геноциду, в то время как армяне призывают международное сообщество реагировать более решительно, в частности отправив синие шлемы ООН или средства защиты на границу, подвергающие нападению Армении. Пока население Арцаха живет под турецким владычеством под блокадой властей Баку, как не думать об угрозе нового геноцида армян с теми же авторами, что и в 1915 году, заключает президент Армении, приглашая общественность на дебаты, которые состоятся 21 апреля. Члены Армении заявляют, что на вечере будут присутствовать приглашенные члены ассоциации, в том числе Хосров Иллиозер, Жош Эритян, Симон Мелконян, Варткес Симонян и Ален Эускузян, которые также примут участие в дискуссии. Армянская идентичность – арабизированные армяне. Турецкие власти прекратили преследование арабских армян при условии, что они не должны дружить с курдами и курдами-армянами. Более того, они запасаются боеприпасами для борьбы с курдами в случае необходимости. То есть арабизированные армяне воспринимаются турецким правительством как окоп в конфликте с курдами. Этим объясняется то обстоятельство, что турецкие власти допускают жизнедеятельность арабизированных армян на своей территории или то, что в свое время знали и не предотвратили арабизацию армян. Наличие армянского самосознания среди арабизированных армян под вопросом, поскольку точных источников об этом нет. Многие из них признаются, что борются с курдами лишь потому, что слышали от курдов об участии в геноциде армян, их грабеже и завладении имуществом. Очевидно, что именно эту версию турецкие власти использовали для вовлечения арабизированных армян в конфликт против курдов. Изучение темы скрытых армян должно проводиться с особой осторожностью, поскольку, как показывают исторические свидетельства, курды и арабизированные армяне невольно оказались в противоположных крыльях. Это имеет для нас не только политическое, но и морально-психологическое значение. Уроженцы Западной Армении Анри Верной Анри Верной, настоящее имя Ашот Малакян, родился 15 октября 1920 года в Рудосто, Западной Армении. Судьба жизни Анри повторила судьбы сотен тысяч армян в Западной Армении. После геноцида армян, осуществленного Османской империей в 1924 году, семья Малакянов сначала эмигрировала в Грецию, затем обосновалась в Марселе, а с 1930 года в столице Франции. Сначала он был одержим живописью, затем журналистикой и радио. После окончания французского лицея Экуам Прованс публикует в газете Марсельеза цикл статей, посвященных геноциду. В кино дебютировал как ассистент и постановщик короткометражных фильмов. Первый полуметражный художественный фильм был снят в 1951 году с помощью Фернанделя. В 1959 году вместе с Фернанделем снял комедию «Военнопленные коровы», а военнопленным, который, сбежав из плена, прогоняет корову в образе крестянина. Фильм заканчивается эпической сценой их прощания. В 1991 году Верной рассказал историю своей семьи в двух фильмах «Майрик» и «Улица Парадиль, дом 588». Это был адрес семьи Малакяна в Марселе, в которых режиссер сумел наглядно и правдиво описать положение едва спавшихся от геноцида армянских беженцев, нашедших пристанище в Марселе, что потрясло весь мир. Эти два фильма стали его последними работами в кинематографе. До этого Верной в своих работах никогда не затрагивал армянскую тематику, если не считать участие Шарля Азнавура в нескольких фильмах и съемах популярного клипа на песню «Для тебя, Армения» «Пухтуа Армени», посвященную спектаксовому землетрясению 1988 года. Песню исполнены 90 певцов и актеров Франции. Автор текста песни Шарля Азнавур, автор музыки, композитор Гар Варенц, режиссер клипа Андрей Верной. 3 апреля было опубликовано обращение пяти мандатариев специальных правозащитных процедур ООН к правительству Азербайджана, в котором содержится призыв к незамедлительным шагам по обеспечению свободы и безопасности передвижения по Бердзорскому коридору. Мандатари ООН по правам человека в обращении особо отметили, что Бердзорский коридор является единственным маршрутом, связывающим Арцах с Арменией и внешним миром, и имеющим большое гуманитарное значение. Блокада нарушила доставку продовольствия, медикаментов, топлива и других жизненно важных товаров для 120 тысяч жителей Арцаха. Гуманитарная ситуация усугубляется периодическими перебоями подачи газа. Нарушена работа медицинских учреждений, закрыты учребные заведения. Мандатари выразили сильную обеспокоенность тем, что продолжающееся блокирование единственной дороги, соединяющей Арцах с внешним миром, может привести к тяжелым гуманитарным последствиям для населения и нарушает его основные права. Сообщение опубликовано от имени специального докладчика ООН по вопросам о праве на питание, специального докладчика по правам инвалидов, специального докладчика по вопросу о праве на максимально достижимые стандарты физического и психического здоровья и независимого эксперта по вопросам реализации прав пожилых людей. Полное сообщение можно прочитать на нашем сайте. В 1990 году села Колзлуджа и Курукаймак, находящиеся в подчинении уезда Хозад резерсимской провинции Западной Армении, были опустошены из-за так называемых соображений безопасности. Крестьяне долго боролись за свое право, организованный сбор подписей дал результат, крестьянам было предоставлено разрешение на переселение с места своего рождения. Губернатор провинции Хозад отреагировал на сбор подписей, инициированный Ассоциацией Солидарности и Культура, с помощью которой крестьяне требовали вернуться в опустевшие села с 1990 года. В заявлении Ассоциации говорится, что до 2022 года жителям был запрещен въезд в деревню и соображение безопасности. Бывшие жители не могли пользоваться частной собственностью. За время их отсутствия дома были разрушены, посевные участки и сады разрушены, кладбища остались без присмотра. Им даже запрещалось посещать могилы родных. Советник государственного министра Артак Бегларян привел ряд фактов о гибели и ранении арцахских граждан в результате установленных мин Азербайджана в Арцахе. В 1990-х годах Азербайджан заложил миллионы наземных мин, обстрелял жилые районы кассетными боеприпасами, причинив людям страдания на десятилетия. По данным специализированной международной организации «Халу Траст», Арцах на первом месте в мире по числу несчастных случаев на душу населения. Тысячи граждан Арцаха, в том числе не менее тысячи гражданских лиц, многие из них дети и женщины, погибли или получили ранения в результате подрыва наземных мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Я также являюсь одним из этих пострадавших. Азербайджан не предоставил ни одну минную карту Арцаха и Армении. В то время как в 2021 году Армения предоставила Азербайджану все имеющиеся карты минных полей. Местные агентства и Международная неправительственная организация по разминированию «Халу Траст» за 30 лет очистили несколько сотен тысяч гектаров территории. Арцах не получил существенной международной поддержки по разминированию, а служба разминирования ООН здесь не работала из-за азербайджанской блокады. В настоящее время под контролем Арцаха с 1990-х годов остается неразминированным как минимум 700 гектаров минных полей. В результате агрессии Азербайджана в 2020 году в Арцахе появились дополнительные десятки тысяч гектаров новых неразорвавшихся боеприпасов, в том числе кассетных боеприпасов. С момента окончания войны 2020 года местными саперами, российскими миротворцами и сотрудниками «Халу Траст» обезврежено более 220 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, вдобавок к обезвреженным до 2020 года. В целом наличие наземных мин и других неразорвавшихся боеприпасов в Арцахе является серьезной проблемой, которая требует немедленного внимания и содействия со стороны международного сообщества. И мы все еще ждем азербайджанские карты наземных мин, установленных в Арцахе с 1990-х годов. В Нью-Йорке на Таймс-Сквер 23 апреля в 13.30 пройдет мероприятие, посвященное 108-й годовщине геноцида армян. Как сообщает Армейн Пресс, основными спикерами мероприятия будут Дэвид Филлипс, директор программы строительства мира Института изучения прав человека Колумбийского университета и постоянный представитель Арцаха в США Роберт Аветисян. Это мероприятие вот уже 39 лет организует организация «Рыцарь и дочери в Артанант». Из завершения новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА